Я был избран николаевцами, я был избран жителями этого города. Я считаю, что я перед ними в долгу, и есть надежды, которые они на меня возлагают, и которые я должен осуществить и предварить в жизнь. Уходить поэтому я не собираюсь, потому что мне выказали доверие на 5 лет. Через 5 лет будут новые выборы, я снова на них пойду. И следующие выборы будут как раз тем термометром, который снимет температуру по палате, чтобы доверять Николаю Цагарскому голове, его курсу, его действиям или нет. Конечно же, есть законы Украины, которые говорят о том, что большинство, именно две трети городского совета могут снять городского голову. Сегодня раскладка сил в городском совете представляет из себя 26 оппозиционеров, это половина минус один, а также три других фракции, которые примерно одинаково по 9 человек, самопомощь 10 человек, присутствуют в городском совете. То есть фактически для того, чтобы объявить городскому голове недовиру, может фракция оппозиционного блока взять любую партию плюс одного человека Сергея Михайловича и объявить, собственно, городскому голове недовиру. Я не стесняюсь горожан, я не боюсь горожан, я всегда иду на встречу, я общаюсь с людьми, я провожу личные приемы, я провел публичный отчет, и мы разделили город на 20 частей, в каждом из этих 20 частей я провел публичный отчет о том, что было проделано, отвечал на вопросы, собирал проблемы, некоторые из них уже решены, некоторые мы формируем бюджет на 2018 год. Я объяснял людям, как формируется бюджет, из чего он формируется, как он тратится, почему сегодня, вспоминая о какой-то проблеме и написав заяву на ее решение, эта проблема решится где-то через год, ну и, собственно, кого благодарить за то, что это все происходит, сегодня какие-то изменения. Опять же, хочу сказать, что нужно благодарить самих николаевцев, которые работают и платят в бюджет налоги с зарплаты, потому что в основном бюджет развития – это налоги на землю, налоги, часть от ПДФО и акцизный сбор. Можно, конечно, вдаваться в подробности, но смысл в том, что чем больше будет официально занятых работников, тем стремительнее будет расти благосостояние города, изменение его. Поэтому я, конечно же, пытаюсь найти компромисс в каких-то решениях, но я никогда не буду приступать к своих принципам, которые сформировались у меня за время жизни и которые сегодня я пытаюсь и стараюсь внедрять в своей работе. Поэтому, конечно же, у каждого депутата городского совета, кроме желания улучшить жизнь на своем округе, есть еще какие-то другие цели, какие-то другие амбиции. И я очень надеюсь, что сегодня, в преддверии, скажем, зимы, в преддверии такого тяжелого периода, который обычно переживают города в Украине, мы сосредоточимся, сконцентрируемся и вместе сделаем все необходимое для того, чтобы мы, первое, подошли к отопительному сезону хорошо. Второе, сформировали бюджет на 2018 год, который будет включать максимально, ну, скажем так, и глобальные проекты, и проекты проблемные, это и крыши, и подвалы, и дворы, и так далее. Поэтому консолидироваться, я думаю, вы сказали так о том, что вы управляете городским советом, я не управляю городским советом, городским советом управляет сам городской совет, я управляю исполнительной властью в городе Николаеве. Вот, поэтому, что касается николаевцев, я еще раз хочу сказать, я не планирую уходить в отставку. Действительно, я во многом принимаю решения самостоятельно, не опираясь на какие-то политические или какие-то другие амбиции. Это многим не нравится. Многим не нравится, что я не прислушиваюсь к их мнению или к другим мнениям. Хочу напомнить о том, что я образование как раз получал в принятии решений, поэтому я прислушиваюсь к любому мнению, но принимаю решения и несу за него ответственность самостоятельно. Спасибо, Александр Федорович. И вы не ответили на вопрос по поводу заявления Березюка относительно того, вмешивается ли действительно сейчас кто бы то ни был в работу городской власти. Я думаю, что, наверное, со стороны, как говорится, видно одно, и то, что у нас сегодня происходит в городском совете, наверное, это немножко другое. В любом случае, действительно, так было всегда. Я не буду здесь строить из себя какого-то мальчика, который будет рассказывать сказки. Я скажу, что так всегда было, что областная государственная администрация всегда пыталась влиять на местное самоуправление в городе Николаеве, на городского голову, на решение городского совета и на все, что касается хозяйственной деятельности в городе. Хочу еще раз напомнить всем присутствующим и издели зрителям, что в городе у нас любые процессы, которые связаны с отчуждением коммунального имущества, которым является коммунальное имущество, деньги, бюджет, земля, принимаются исключительно городским советом. То есть фактически любое распределение бюджетных средств, любое выделение земли, участков земли и так далее голосуется большинством городского совета и формируется, ну при этом решение, конечно же, формируется исполнительной властью и другими субъектами поддания, которым является и городской голова в том числе. Но решение принимается большинством плюс один, то есть 28 голосами. Субтитры создавал DimaTorzok